Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель. Сегодня очередная кладовая история. В этот раз повезло удачливому американцу. Он делал ремонт в потолке в подвальном помещении и обнаружил чемоданчик. Чемоданчик был изрядно покрыт пылью, что свидетельствовало о том, что он очень долго здесь пролежал. Был перевязан веревочкой, небольшой, но довольно-таки увесистый. Конечно же он его вскрыл и был ошеломлен к тому, что он там увидел. Внутри оказались пачки, вернее свертки, а в свертках пачки долларов. Доллары были завернуты в газету. Газета 50-х годов. И сами деньги также были именно этого времени. Деньги были мелкими купюрами, по 20 долларов в основном. Из-за того, что находилось это все в подвальном помещении, в сухом виде, доллары прекрасно сохранились. Кстати, даже на данный момент их стоимость больше, нежели номинал. Но это еще не все. В итоге, продолжив ремонт, обнаружил и второй чемоданчик. Как вы видите на фото, они практически идентичны. И, видимо, были спрятаны в одно время, просто в разных местах. Поэтому, когда он продолжил ремонт, он обнаружил второй чемодан чуть позже. И, как вы увидите, уже через отверстие он увидел, что и там тоже спрятаны доллары. Приоткрыв его, он еще больше удивился, потому что второй чемоданчик был просто доверху забит долларами. Общий итог оказался довольно-таки внушительный. Итог с двух чемоданов. Обнаружить владельца уже не представлялось возможным. Поэтому для человека это просто получилось как приятный бонус на продолжение ремонта. То есть, теперь ему явно хватит не только на ремонт в подвале, но, возможно, и на ремонт во всем доме. Удивительная история. Хороша она тем, что, опять же, повторюсь, доллары американские, они ликвидны. То есть, даже они не теряют свои платежеспособности. Это хорошо. Даже если бы это были доллары 18-го, то есть, более старше 19-го века, они бы все равно имели хождение. Их можно было бы продать. И даже как стоимость коллекционная, она еще выше у таких купюр, нежели у современных. Потому что их уже не выпускают. И вот если они в хорошем состоянии, то они стоят гораздо выше своего номинала. Поэтому это здесь даже ценность не то, что в долларах, которые ликвидны, а еще и коллекционная ценность. Вот такая замечательная история, друзья. Если вам она понравилась, если вы хотите еще больше таких историй, пишите в комментариях. Пишите, как бы вы распорядились, найдя подобные деньги. Находили ли вы вообще купюры спрятанные, какие клады находили. Все пишите в комментариях, обязательно об этом пообщаемся. И обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую историю. Я обязательно что-нибудь поищу и в следующий раз постараюсь вам показать и удивить вас. Ну а на сегодня это все. Всем удачи, с вами был Белый Копатель. Всем пока.